Итак, добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Галина Коломейко, Кройка и Шитьё. Мы продолжаем начатую тему о том, какую одежду нам предпочитать, а какую оставить в стороне. И сегодня мы подробнее поговорим с вами о брючных костюмах. Каким же брючным костюмам нам отдать предпочтение? Одним из ведущих трендов этого сезона является в женской одежде пиджак по типу мужского. Вот такой, как представлен сейчас на той и на другой картинке. Чтобы были широкие плечи, чтобы был английский воротник, были карманы, шлицы на рукавах. То есть всё очень похоже на мужской. И, конечно же, большие прибавки. Очень широкие подплечи, большие плечевые накладки и широкий преувеличенный плечевой пояс. И большие прибавки, то есть большая свобода. Давайте поймём, кому это подходит, кому это подходит не очень. И как его трансформировать для нашей с вами обычной жизни. Ну, начнём с того, что вот на картинке слева вы видите ещё и брюки, которые сегодня в большом тренде. Во-первых, они на талии. Во-вторых, мы видим, что они достаточно широкие. При этом, конечно же, очень длинные. Чем шире брюки, тем они должны быть длиннее. И цвет у них поддерживает, видимо, цвет вот этого нашего жакета. Справа на картинке тоже такой же брючный костюм, но только уже выполнен в одном цвете, что для нас, вы знаете, предпочтительнее, потому что не создаётся иллюзии два квадратика. И девушка кажется ещё выше ростом и немножко поуже. Но что мне здесь не нравится? Мне не нравится неопрятность вот этого вот вида. То есть слишком кэжелл получается. Брючки слишком длинные, закладываются внизу складками. Жакет тоже выполнен из каких-то ломких достаточно материалов. И выглядит, видите, как-то немножко смято, помято, ещё закатанные вот эти рукавчики, которые дают нам как бы свободу. Но как бы там ни было, выбор у каждого из нас. Но в целом вот это один из трендов сегодняшнего дня, поэтому мы не можем обойтись без разговора о брючных костюмах. Вот этот вариант. Этот вариант тоже подчёркивает сегодняшние тренды. Опять брюки до талии, опять они очень длинные. Если в первом варианте их длина настолько большая, что они лежат на полу, потому что одеты с кроссовками, то второй и третий вариант, они уже те же самые брюки, видимо, одеты на туфли на каблучке. И совершенно уже вид другой. То есть они расправлены, они гладкие, они хорошие. И в этом варианте они нам предпочтительнее. Что хорошо во втором варианте, то что обувь у нас совпадает с цветом брюк. То есть это всё тоже гармонично подходит друг к другу. И безусловно, очень хорошо во всех этих трёх вариантах то, что у вас создаётся вертикальная линия за счёт вот этого вот жилета и брюк в одном цвете. И очень хорошо вот эта тема подходит на любую фигурку. Вы знаете, что есть фигурки худенькие, среднего объёма и полненькие фигурки. Так вот, если вы полненькая, то, пожалуйста, шейте себе брюки и дополняйте их каждый раз такого же цвета, вот такими жилетами и уже блузку, то подевайте всё, что вам нравится, любого другого цвета и будет у вас гармония и красота. Вы будете уже и выше. Вот этот вариант тоже мне очень нравится. Трансформация привычного сегодня жакета, похожего на мужской, вот в такую вот блузу-жакет. Здесь элементы пиджака в виде английского воротничка, в то же время накладные карманы, паты на рукавчиках, сам рукавчик три четверти, скорее рубашечного покроя, чем вточного, и разрезы. Вот это уже немножко трансформация под другое. И дополнен этот жакет, опять же, конечно, брючками. Вот этот вариант мне тоже нравится, но единственный, потому что он создаёт вертикальную линию, потому что он не обтягивает нашу поправившуюся, допустим, фигурку в каких-то частях, да. Он достаточно уютный, свободный, комфортный. И так как он в одном цвете, то он делает фигурку уже и вытягивает её вверх. Брючки, несмотря на то, что они здесь не широкие, а довольно-таки зауженные к низу, не слишком обтягивают нашу ножку. И если она не согнута в колене, то видно, что эта брюченка ровненькая, гладкая и не имеет никаких заломов. Это для нас очень ценно. Единственное, что бы я сделала, это я, может быть, не одела сюда кроссовки. Всё-таки сегодня уже предпочтительнее не кроссовки, а какие-то более спокойные такие, даже если кроссовки, но в одном цвете, не вводила бы сюда чёрный цвет, потому что его нигде нет, какой-то другой ещё цвет. Ну, вот именно так. Вот этот вариант. Тоже варианты брючного костюма. Первый вариант, посмотрите, немножко уже ушла тема. Так как сегодня тренд – это широкие брюки, во всех этих вариантах брюки не широкие, но они хороши тем, что они не обтягивают ноги, не создают лишних заломов, и это тоже всегда-всегда хорошо. Первый вариант мы о нём поговорили, практически классический такой мужской пиджак, свободный. И обратите внимание на второй вариант. Хоть я и не люблю укороченные брючки, потому что они всё равно укорачивают ноги, но насколько здесь правильно выстроена пропорция по цвету. То есть повторяется этот цвет в нижней части блузы, потом тихонечко переходит аккуратно через полоску потемнее в верхний цвет, и по цветовому сочетанию нижняя часть кажется немножко длиннее, чем верхняя часть. И это очень и очень важно, потому что когда нижняя часть у нас длиннее по цвету даже, а верхняя покороче, то мы становимся стройнее, то пропорции нашего тела, помните, 8 голов укладывается в росте человека, 3 до талии, 5 ниже талии, вот здесь как раз считается. Следующий костюм голубой. Он тоже очень хороший, потому что любую полненькую девушку, он немножечко скрадывает её полноту. Здесь уже жакет трансформировался в обыкновенную рубашку, ну и что, от этого это не стало хуже. Поддерживается таким же цветом брюк. Единственное, я бы, конечно, заменила кроссовки на туфельки какого-нибудь синего цвета или бежевого, чтобы с цветом ноги совпадали, да? И чуть бы сделала их пошире и, конечно, подлиннее. Почему? Потому что, обратите внимание на нижнюю часть нашей блузы. Вот эта нижняя часть, это яркий-яркий акцент на вот этой всей фигурке, да? И посмотрите, от плечиков до этой части величина, она больше, чем от низа до блузы, до нижней части брюк. Это значит, что акцент нижней части, величина нижней части, она меньше, чем величина верхней части. И это уже не совсем нам нравится, потому что ножки кажутся короче. Хотя видно, что вот у этой модели они достаточно длинные, правильные, хорошие. Справа модель очень мне нравится. Это, по-моему, почти из трикотажа выполнено. Такой вот костюм вертикальных линий много, белых вертикальных линий. Они очень вытягивают фигурку дополнительно. И очень-очень хорошее решение. Пожалуйста, обратите на это внимание. И брючки уже подлиннее, и кроссовки там уже как-то выглядят поспокойнее, погармоничнее. Не видно вот части ноги, которая тоже вот режет на предыдущем снимочке. То есть вот этот вот комплект выстроен, на мой взгляд, гораздо более удачно. А вот это мне не нравится. Вроде бы все правильно. И мужской пиджак, и брючки к нему, и тональности совпадают, и там, и там, и там. Но во всех случаях, во-первых, пиджаки какие-то небрежные. Видно, что они из другого плеча, особенно вот на правой картинке. Да, посмотрите, какие заломы идут в области груди к пройме. Но это говорит только о том, что пиджак или жакет, правильно сказать, был сшит на плоскую грудь, а у модели грудь явно не плоская. И, конечно же, вот эти вот заломы, понятно, что рука отведена назад, но как-то все равно это смотрится небрежно, неаккуратно. Ну и, конечно, здесь все портят, на мой взгляд, брюки. Хотя они и высокие, но вот и хотя у них цвет совпадает с обувью, у них даже цвет ноги совпадает, не рубит вот эту ножку. Но вот эта вот легкость ткани и сама форма брюк слишком укороченных. Смотрите, какие они заломанные все, небрежные. И вот эти горизонтальные заломы, они сильно оптически укорачивают ноги вот этой совершенно правильной длинноногой модели. А если такие брючки одевает на себя обыкновенная женщина, вы сами понимаете, что будет. Ну и с левой стороны не намного лучше. Особенно вот самая крайняя слева барышня, опять черная обувь, опять светлые ножки. Темнее гораздо, чем цвет ноги, вот этот цвет брюк, да. И к тому же он весь в заломах. Потому что из легкой ткани. Все трое брюк выполнены из очень легкой ткани. Если вы этого не хотите, не шейте себе брючки из легкой ткани. Потому что тяжелая сама себя обтягивает, и не шейте больше коротких брюк. Прошла их пора. Вот они, наши сегодняшние брючки. Они длинные. Они начинаются даже не столько от талии, я бы сказала, а от самого тонкого места вверху. Потому что у некоторых это тонкое место находится чуть ли не под грудью. И не надо этого пугаться. Это наоборот очень хорошо. В пропорции, посмотрите, какая длинная в этом варианте. Нижняя часть слева. И какая коротенькая, маленькая вот эта серая блузочка. И это прекрасно, потому что ноги кажутся от ушей. И еще плюс каблук. Еще верно то, что если бы еще у нас цвет обуви совпадал с цветом брюк, было бы еще более яркое цветовое пятно, и было бы еще более выигрышный вот такой вариант. Хотя бежевый сочетается с цветом кожи, и это тоже уже неплохо. Но вот черная сумка сюда, по-моему, ни к чему. Не знаю. И вот то, что взяли в руку, мне кажется, тоже. Я бы подобрала сюда какие-то другие, более гармоничные акценты. Может быть, не такой пестроты хотя бы. Потому что сам комплект очень гармоничный. Белый, голубой цвет. И вдруг такая пестрота, такие пятна появляются на этих аксессуарах, которые дополняют этот комплект. Что сказать о комплекте справа? Ну, вы уже догадываетесь, что несмотря на то, что и талия высоко, и нижняя часть длиннее, верхняя короче, но в целом этот комплект для меня проигрывает. То есть и небрежная какая-то из льна, видимо, или из чего-то из хлопка сделанная рубашка, неявно выражена талия, потому что на опуск есть этой рубашки выше талии, что тоже не очень хорошо. И, конечно, очень легкая ткань в брюках. Еще и модель, которая обязательно создает заломы в области паха, в области колен. Вот даже та ножка, которая расправлена, видно, что она вся в заломах. Если она расправит и правую свою ножку, будет ничуть не лучше. То есть это сразу укорачивает нижнюю часть, хотя туфельки совпадают, цвет обуви совпадает с цветом брюк. И, конечно, не очень хороши вот эти ремешки, потому что все это тоже горизонтальные акценты. Ну вот слева моя любимая модель, конечно. Узенькие вверху, брюки на талии, даже на самом тонком месте. Начиная от зоны ягодиц, они идут просто свободные и прямые. Нет излишней ширины в области бедер. Тут все аккуратно по бедрам, да? Полностью закрывает это все обувь. И какого бы цвета она ни была, это становится уже неважно. Ну, конечно, может быть, чуть-чуть я бы сделала их покороче, чтобы они не лежали на полу. А так, посмотрите, какая великолепная пропорция. И какой минимализм, лаконизм даже всего вот этого образа. Сюда можно было бы добавить какую-то, может быть, черную брошку. Ну, и я даже не обязательно считаю, вот для такой вот барышни цвет волос гармонирует с ее водолазкой. Очень-очень и по пропорциям. Совсем коротенький верх, очень длинный темный низ. Это классика жанра. Если вы будете себя представлять именно вот в таком вот цвете, то будет всегда очень хорошо. И хорошо, что низ темнее, чем верх. А вот на картинке справа вроде бы все то же самое, но уже не так хорошо. Ткань опять легкая, она опять ломается. Несмотря на то, что по пропорциям вроде тоже неплохо низ длиннее, чем верх. И туфельки совпадают, но уже внизу горизонтальные акценты. И вот эта вот большая широкая блуза, которая нависает на талию, прячет эту талию, да, у нас силуэт кажется, ну, извините, похожим на бревно. Талии совсем не видно. Если она у вас есть, грех ее прятать вот под такие бесформенные какие-то вещи. Старайтесь ее показывать, пока она есть и у кого она есть. Гордитесь этим. И не надо вот так вот себя наряжать. Хотя в целом комплект собран хорошо, но слишком резко читается история про два квадратика. Тяжелее тот по цвету вверх и легче низ, что опять вступает в некоторое противоречие. А вот у девушки слева все наоборот. Слева идеальный комплект. Его можно использовать и на полненькую фигурку, если она у вас достаточно правильная. Не верхнего типа, не очень нижнего типа. И можно использовать, конечно, на любую другую фигуру, не обязательно вот на такую тоненькую и стройную. Слева опять моя любимая картинка. О чем она нам рассказывает? Да все о том же. О том, что низ по цветовым пятнышкам намного длиннее, чем верх. О том, что выстраивается горизонтальная линия в виде вот этого банта шарфа, который завязан именно сбоку, который поддерживает вот этот верх коротенький и удлиняет в розовый цвет, проходит до самого конца нашего изделия. Если вы какое-то вот что-то похожее будете использовать для себя, несмотря на то, что вы уже покрупнее, вы уже поправились, это тоже будет ярким вертикальным акцентом, вертикальная линия, которая будет вас украшать, делать уже и выше, и делать вас стройнее. Те же широкие брючки, та же закрытая обувь, те же аккуратненькие брючки вверху, подчеркнутая линия талии, и достаточно свободная ниже ягодиц. Вот все, что нам нужно, чтобы они не ломались, чтобы не создавали каких-то горизонтальных акцентов. Тоже подходит и не только для тонких барышень, стройных и красивых, и молодых, но и для других, которые уже перешли какой-то возраст, перешагнули. Следующий серенький костюм, тоже моя любовь. Посмотрите, какой он чистый и спокойный. Лен, пожалуйста, для лета, да, в офис, на работу, куда-то такая полуофициальная вот эта вот одежда. Очень вертикальная линия выстроена за счет самого цвета. Вытянутый прямоугольник формируется от плечей до самого низа. Все, о чем я говорила ранее, отражено вот в этом вот костюме. Поддержан шарфик, поддерживается сумочкой цветом, и тоже, видимо, какой-то немножечко цветом обуви, которую почти не видно. Справа модель из последних коллекций взята. Здесь наш жакет уже трансформировался в какую-то блузу с большими накладными карманами крупными и с поясом по талии. Пояс по талии, если оно у вас сохранилось, тоже очень сильный акцент. Если его концы завязать и опустить вот так вот пониже, это уже формируется вертикальная линия. Талия высоко, она отделяет длину нижней части от верхней, удлиняются ноги за счет подчеркивания талии. То есть все здесь хорошо. И справа тоже тенденции сегодняшней моды, когда у нас равновеликие, равно разные по длине топы, блузы, жакеты. Видите, как здесь гармонично все сделано? И вертикальная линия создана, и цвет, и прямоугольник выдержан, и цвет обуви практически совпадает почти с цветом брючек. И какие брючки? Они не в обтяжку. Они, да, они зауженные книзу, но какие они аккуратные, они все равно не обтягивают нашу ногу. В этом костюме брюки, я думаю, имеют нулевые прибавки по талии, по бедрам, но начиная от уровня ягодиц, прибавка уже появилась. И поэтому ножка, прибавка здесь будет где-то 2-3 на отдельных участках, может быть внизу 4-5 сантиметров. За счет этого брюченка становится вот такая ровненькая. И наша ножка ее не ломает. Браво вот этим всем четырем моделям. Ну а вот этим как раз не браво. Несмотря на то, что на левой картинке как выглядеть потрясающе после 50-ти на Пинтересте, я бы совсем не сказала, что она выглядит потрясающе. Да, она моложавая женщина. Видно, что у нее и стройная фигура, и хорошая прическа, и макияж, и все. И все вроде бы правильно. Туфельки поддерживают, цвет туфелек поддерживает лифт. Но сумка поддерживается цветом с брюками. Брюки в заломах. Верхняя часть длиннее и больше, и тяжелее выглядит, чем нижняя часть. И в целом этот образ по цветовой гамме проигрывает. То же самое, те же самые два квадратика, как я и говорю по пятнам. То же самое в серединке. Нижняя часть, урезанные ножки в обтяжку, это скорее всего леггинсы. Не такая уж полная у нас эта девушка, судя по всему. Но нижние леггинсы черные просвечивают через белые, это нехорошо. И верхняя часть кажется тяжелее, несмотря на то, что она белого цвета, чем нижняя. Те же самые два квадратика. Затем справа тоже два квадратика, тоже два квадратика. И к тому же вверх еще тяжелее. Вот эти все три модели, они подойдут явно девушкам только верхнего типа, чтобы бедра были узкие. Потому что белый цвет, светлый цвет, особенно с правой стороны картинка, правая картинка, она подчеркивает, они уменьшают немножечко, не уменьшают, они увеличивают наоборот объем, и какая-то идет компенсация по ширине. Но за счет цвета, так как белый цвет, вот видите, как он как-то размывается весь на фоне, все равно он кажется на низу тяжелее. И на мой взгляд, это не выигрышные комплекты. Вот это я могла бы назвать выигрышным комплектом, потому что ровные брючки, очень хорошие ножки, за некоторым исключением. Нашу блузу, которая достаточно хорошо сочетается вот с этим цветом брюк, потому что они дружат друг с другом, они не противоречат друг другу, они спокойны. Она не очень хороша вот в чем. Во-первых, я бы сделала ее покороче, чтобы только прикрыть зону паха. И пропорции этой фигурки достаточно хороши. И у нас бы нижняя часть была капельку, может быть, подлиннее, чем верхняя. Даже если бы она не была подлиннее, это было бы тоже неплохо. Но обратите внимание на руки, на плечевой пояс. Какой узкий здесь плечевой пояс. Как открыты, через чур открыты руки этой дамы. Что сразу делает ее силуэт, подчеркивает величину ее бедер. У нее нет таких широких бедер. Это верхний тип фигурки явно, да? Как показывает вот эта наша картинка. Поэтому нельзя так делать. Нужно было сделать блузу шириной в плечевом поясе побольше, чтобы закрывались наши плечи. Чтобы блуза в плечевом поясе и сравнение по пропорциям ширины плечей и ширины бедер где-то дружила примерно друг с другом. Конечно, сюда не подходит вот это украшение. Потому что я бы сделала просто белое украшение. Белое украшение связало бы нас с цветом белых брюк. Обувь бы я тоже одела белую. И сумочку в руки я взяла бы либо голубую, либо белую. Потому что здесь вводится третий, бежевый вот этот вот цвет какой-то. Я не думаю, что это сюда идеально подходит. Но в целом есть над чем подумать. Мои любимые модели. Посмотрите, как они хороши. Если вы поправились, модели для полненьких женщин. Если вы поправились, пожалуйста, черный топ, черные брючки. Сверху любое прозрачное, полупрозрачное, шифоновое. Вот такая накидка, палантин какой-то. Вот что-то вот такое. Конечно, посмотрите, какой средний вариант и крайний правый вариант. Опять белый топ, белые брюки, единая вертикальная линия. Сверху одевайте хоть какую блузу. Любую блузу. Любую. Вот что мне нравится во второй и в третий, то, что в нем это два цвета всего в комплекте присутствуют. Белый и серый. И там белый и серый, и тут белый и серый. Они очень дружат друг с другом. Они не перегружают вот эту нашу картинку. И в образ в целом становится очень гармоничный и очень привлекательный. И за счет того, что блузки наши, жакеты наши, вот здесь, видимо, справа какое-то, какое-то летнее такое пальто или полупальто, мы не видим его длину, достаточно длинное, что тоже очень хорошо, потому что это все вертикальные линии, да? И мы создаем за счет расстегнутости вертикальной линии вот эти белый цвет и становимся выше и становимся уже. Прекрасное решение. Здесь то же самое. Здесь явно полненькая женщина. Слева явно у нее, может быть, нижний тип фигурки, мы можем догадаться, да? Потому что в этой части нашей изделии широковато. Очень верно расстегнута наша блуза, потому что топ тоже белый объединяется с брючками. И обратите внимание, брючки зауженные к низу. Видимо, бедра достаточно широкие. При широких бедрах брючки надо заужать, потому что если их делать широкими внизу, то ширина нашего прямоугольника внизу будет очень громоздкой, очень большой. Будет увеличиваться масса тела. А здесь от широких бедер аккуратненько идем вниз, но все время, но помним о том, что нога-то при этом не обтянута, это не леггинсы, это не джинсы рваные в обтяжку. Это не трикотажные какие-то брюки, которые нас обтягивают и показывают все формы ног. Здесь нет ни одного заломчика горизонтального, что очень и очень правильно. Ну и справа, вот еще как элемент, хотите нарядную одежду, пожалуйста, белый комплект вниз, состоящий из топа без рукавов и брючек. И сверху надевайте хоть что. Хотите и модельки старые, но это классика жанра, это вечно. Итак, какой же мы можем сделать вывод? Самый главный. При выборе нашего брючного костюма, как собственно и любого другого, не делим себя цветом на два квадратика. Умеем выстроить вертикальную линию. Всегда хорошо брюки и жилет, брюки и блузы из одного цвета. Для брюк выбираем тяжелую ткань, тогда меньше будет заломчиков. Выбираем прибавки, ориентируемся на тип фигуры. Давайте коротко про тип фигуры. Но у нас есть худенькие, есть средние по комплекции и есть полненькие девушки. А полнота тоже, в свою очередь, бывает разной. Бывает очень хорошая по пропорциям фигурка, у которой выдерживается 3-5, голова укладывается 8 раз в росте человека, которые по ширине гармоничны, плечи, талия, бедра, все дружат друг с другом. Но эта девушка у нас поправилась. И она по-прежнему осталась гармонична. То есть, есть полные фигурки, которые по пропорциям достаточно гармоничны. И тогда им идет, можно сказать, почти все, что идет обычным женщинам. Но если у вас поправился только верх, вы фигурка верхнего типа. Или только низ, вы фигурка нижнего типа. Тут уже надо выбирать прибавки так, чтобы они скрадывали тот или другой, я бы так даже сказала, недостаток. Если нижний тип, то надо прибавочку делать чуть побольше вверху. Если верхний тип, значит наоборот, чуть прибавочку побольше внизу. Ну и для верхнего типа выбираем брючки пошире внизу, для нижнего наоборот. Стараемся делать длиннее нижнюю часть. Брюки до самого тонкого места вверху доходить должны. Это опять же работает на исправлении пропорций. В идеале брюки закрывают обувь. Если нет, не закрывают, то стараемся их делать одного цвета с брюками. Форма брюк, я уже сказала, соответствует типу фигуры. При узких бедрах хорошо расширить внизу, при широких заузить. При обычной фигуре подчеркнуть талию. На этом разрешите сегодня закончить. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всегда Ваша Галина Коломейко. Спасибо.